Изначально все происходит из состояния близости и взаимоотношений, потому что именно там раскрывается сердце Отца. Потому что Он создал нас для того, чтобы мы жили, пребывали в Его присутствии, сердце к сердцу, лицом к лицу, разум к разуму. Разум, который станет местом откровения и света, который раскроет желания и намерения Отца в нашей жизни и вокруг населения. И поэтому, когда мы живем там, мы инстинктивно знаем, что делать в любой ситуации, потому что мы инстинктивно чувствуем сердце Отца, потому что именно с Ним мы связаны. Я могу быть там, но в то же время я здесь. Поэтому я живу в этом месте, постоянно запутываясь, а затем вытекая из этого места близости и взаимоотношений. И в моей жизни были моменты, когда Бог очень конкретно проявлял себя в том, что обнимал меня, держал рядом, не позволяя мне делать то, что я хотел сделать. Потому что я знал, что Он хочет поделиться своими знаниями о кардиогенезе сердца, которое я получил в этом месте. И потом, вы знаете, это позволяет мне размышлять и быть выразителем этого. И я думаю, что это именно то место, где я должен быть. Так что вы знаете, это одно из тех мест, где я постоянно нахожусь. И с многомерной точки зрения, все остальное связано с этим. Потому что если бы я делал что-то независимо от этой близости и сердечных отношений, то я бы делал это исходя из своего собственного понимания. А не из того, что Он передает мне из своих знаний или своего сердца, что позволяет мне прийти к этому. Так что я думаю, что это именно то место, где все мы должны находиться. Просто будьте, просто отдыхайте в этом интимном месте. Для меня это самый важный аспект того, кем мы являемся в этих отношениях. И Он сказал, что там, где я нахожусь, окажетесь и вы. Он описывал это, потому что Он был в Отце, а Отец был в Нем. И Он сказал, что однажды в тот день, в День Воскресения, вы узнаете это, вы узнаете, где я нахожусь, потому что именно там я нахожусь. Вы тоже можете быть, вы можете быть в этом месте близости и пребывания, где вы только собираетесь делать то, что, как ты видишь, Отец делает эффективно. Так что я думаю, что это абсолютно необходимо. С другой стороны, каждый человек находится в путешествии. И поэтому вы знаете, многие люди сегодня находятся там, где я был бы много лет назад, когда мне открывались некоторые вещи, если бы не мистический опыт, связанный с этим. Но есть также много мистиков, у которых нет откровения о включении и тому подобном. У них нет откровения о любви к Богу. У них могут быть удивительные встречи с Богом, но это не гарантирует, что они знают Его. И я думаю, что некоторые знают о нем больше благодаря откровению истины, чем те люди, у которых были удивительные встречи на самом деле. Иначе они не проповедовали бы ад, проклятие и другие вещи. И все еще есть много мистиков, которые не верят в восстановление всего сущего. Поэтому у них нет этого откровения, даже несмотря на то, что у них было много переживаний. Потому что я думаю, что некоторые из их переживаний сформированы тем, во что они верят. И они не могут интерпретировать свой опыт или то, что открывает Бог. Потому что их собственное мышление так сильно противостоит определенным вещам, которые Бог пытается открыть. И, конечно же, большинство людей, которые находятся на этом пути, как бы зашорены до такой степени, что не видят, как текут другие потоки. И я бы хотел, чтобы вы поступили мудро, не говоря слишком много, но не бойтесь сказать что-то такое, что, возможно, откроет им глаза на что-то новое. Вы знаете, именно поэтому мы публикуем всевозможные материалы, некоторые из которых действительно охватывают инклюзивность и вся эта перспектива и восстановление. Но мы также рассказываем о нашем небесном положении, нашем сыностве и нашей власти во всем этом. И я думаю, что все это в конечном итоге сойдется воедино, и люди начнут воспринимать все это с пониманием, в то время как на данный момент они могут воспринимать один или два потока информации. Итак, Бог начинает раскрываться, когда вы начинаете взаимодействовать с Ним, это начинает открывать мистическое измерение и другие вещи, так что меня нисколько не беспокоит тот факт, что некоторые люди находятся там, где они есть. Потому что я был там, где я был много лет назад, так что все в порядке. Бог не мог бы дать мне это откровение в далеком 1988 году, тогда я не смог бы принять его. Но я разбирался в эсхатологии с точки зрения деконструкции. Я никогда не видел связи между этим и тем, что произойдет с людьми, когда они умрут. Или что относилось к гиеннии всем этим вещам. Я не счел это относящимся к делу, хотя я, должно быть, читал это и перечитывал, но так и не увидел. Но когда пришло откровение, я подумал, боже, боже, тебе потребовалось 30 с лишним лет, чтобы привести меня к тому моменту, когда я теперь могу это увидеть. Как бы мне хотелось увидеть это 30 лет назад, но я не смог. И то же самое касается всех участников путешествия. И есть те, у кого действительно открылось чувство сопричастности, потому что в основе всего этого лежит любовь. Так что они действительно легко принимают любовь. Поэтому я думаю, что у людей есть опыт и другие вещи, которыми они пока не делятся, потому что, возможно, у них нет разрешения от Бога делиться, но когда вы встречаетесь с ними один на один и начинаете говорить и задавать вопросы, тогда вы начинаете понимать, о да, они находятся на это путешествие. Что касается меня, то я никогда не посмотрю на то, где кто-то находится, не вспомнив о том факте, что я тоже там был. И я вполне могу оказаться еще дальше позади них в некоторых областях моей жизни, о которых у них есть откровение и опыт, а у меня нет полного откровения. Следовательно, я могу у них чему-то научиться. И мы можем учиться друг у друга, когда обнимаем друг друга, как, по вашим словам, все сыны Божьи. И поэтому не мне судить о том, где они находятся. Я хочу принять их как братьев и сестер и посмотреть, как мы все можем начать жить вместе в единстве и любви. Поэтому я не собираюсь спорить с ними о вещах, о которых они, возможно, не знают, но мне бы хотелось глубже вникнуть в суть дела. Потому что там будут вещи, которые я еще даже не видел. И это, знаете ли, для меня действительно волнительно, что в будущем у нас есть возможность добиться гораздо большего, что в любом случае потрясающе.